здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня долгожданный наш кардиган опера который из обзора вишенка на торте дошла я к нему мне нужно было тишина и покой чтобы его сотворить наконец-то я к нему пришла значит что изначально хочу сказать я сейчас скажу про пряжу я вижу из того что у меня есть поэтому все сейчас я вам расскажу значит первый кардиган вот которые черные опера я заказала с алиэкспресс вот такие вот такую пряжу в подмод с пайетками вот видите как она смотрится красиво вот чтобы приблизиться к оригиналу у меня значит основная нить все темно-серое черное и плюс вот это вот нить это пряжа где-то у меня в общем основная пряжа вот ориентируйтесь на то что основная пряжа у вас будет 200 метров 100 граммах это я комбинирую так что на это не смотрите вы смотрите на то что я вам говорю то есть плюс-минус 200 метров 100 граммах это может быть хлопок лен если это ну я думаю все таки это будет летний вариант у меня это вискоза ну чешского производства поэтому я на ней не останавливаясь не буду останавливаться я просто говорю что вы можете взять любую пряжу доступную для вас даже акрил здесь подойдет акрил и если вы закажете вот эту вот это с алиэкспресс ссылочку я оставлю под видео в описании вот недорого два матка у меня вот два матка девчонки вот единственное что вам нужно будет для праздничности до заказать это вот эти вот эту пряжу с пайетками она красивая очень между прочим она переливается не одним цветом а такая вот радуга разноцветная и дают пайетки малю малюпусенькие совсем мосюпусенькие и они так там теряются ну при том дают вот такой вот как бы дорого богатый эффект вот ну а и соответственно если вы хотите весь уже на осень то то что то что то тепленькое подбирайте но ориентировочно 200 метров 100 граммах плюс вот это вот нить хотя ее тоже можно не добавлять 200 метров это значит что плюс-минус там 180 220 до и всего у меня четыре матка сколько уйдет я в конце еще уточню девчонки 4 матка у меня то есть 400 граммов еще что хочу сказать девчонки у нас рапорт кратен 7 петлям что у кучинели этих кардиганов 2 он черный вот этот опера и бежевый такой летний льняной то легко хлопковый вот какой-то такой вот я его сейчас вам покажу выведу на экран вот то есть по этим расчетам вы можете связать либо тот либо тут тут бежевый он без пайеток он более такой повседневный летний вариант из хлопка льна конопли вот и чего-то натурального и проще узор вот если вы не хотите заморачиваться с этой опера хотя опера тут это черный он конечно праздник кардиган праздник я по-другому его назвать не могу вот тут уж вы определитесь либо по здесь посложнее потому что здесь вот этот вот узор которым мы вязали свитер он такой вот заморочливый чуть-чуть даже я даже мне нужно следить за рядами и вот чтобы не потеряться поэтому девчонки смотрите сами либо тот либо тут оба узора ссылку я оставлю я на узор останавливаться не буду я буду останавливаться только в этом видео только на конструкции вот количество петель не меняется ни для того ни для того узора потому что она кратно 7 здесь кратно 14 в этом узоре в том узоре кратно 7 поэтому мы легко вклиниваем в это в это описание два узора тут уж вам выбирать тот вы вяжете или тот вы вяжете и так сейчас доснимаю кусочек девчонки видео сейчас хочу вам сказать вот там же я не говорила потому что это было процесс только начинался да поэтому я не говорила сейчас хочу уже по итогу вам сказать сколько показать вот схему я нарисовала где у нас сантиметрах все числа можете за скринить кто собирается вязать чтобы сверяться с числами и ширина раппорта у меня вот здесь вот 12 сантиметров да это вот этого основного полотна что хочу сказать пока вы еще не досмотрели до конца девчонки это это просто получилось бомба я давно не было вот именно так довольно своими изделиям как в этот раз вот правда просто получилось бомба мне очень нравится то что у меня получилось вот правда так значит ширина раппорта 12 сантиметров это продолжение сейчас все будет еще сейчас я вам сейчас покажу как я лоханулась опозорилась значит я не знаю как я посчитала вот быстренько там рассказывала там будет фигурировать вот этого числа но 6 раппорта да это сейчас сейчас все будет после вот этой вот вставки значит но все решила оставить так как есть но сейчас говорю что там ошибка девчонки сразу я его по ее поймала не могла понять потом в общем как у меня получилось 144 петли на самом деле здесь 87 80 84 плюс 3 это значит набирать вы будете 87 петель сейчас я вам дальше расскажу конечно что 40 147 но это неправильно посмейтесь над векой вот что она не умеет считать наверно самом деле она уже разучилась то ли мозг кусок ну в общем неважно то ли думала о чем-то другом в общем кусок у меня был связанный я вот так вот себе посчитал 144 петли почему не знаю чем 84 плюс 3 это набор петель вот дальше поехали по по плану по моим моим съемкам в общем понятно далее что что у меня далее я вот начала здесь тоже не буду останавливаться на элементах как набор петель узор потому что тут тут уже тут я только останавливаясь на конструкции этого кардигана значит что я набрала значит у меня здесь 6 рапортов здесь у меня 6 рапортов это значит 144 петли плюс 3 это я возьму скобки 147 петель 147 петель это значит 6 рапортов у меня этого основного узора вот с этими листьями если это узор 2 то это у нас 12 рапортов еще делится вот так вот по 7 петель оба есть оба оставлю под видео ссылочку на эти два узора попробуйте решите посмотрите на два кардигана вот уже на обзор оставлю ссылочку посмотрите определитесь и потом уже набирайте петли в общем я набрала эти 147 петель вот у меня рапорт состоит плотность вязали спицы у меня спицы 7 миллиметров пишу 7 миллиметров спицы 7 рапортов которые я отделяю маркерами в этом вязание да девчонки я отделяю это все маркерами и вижу просто ровное полотно сейчас у меня здесь так и сейчас у меня три рапорта связано то есть здесь я набрала ровно петли и провязала 27 сантиметров 27 сантиметров сейчас я вот эти спицы переодеваю одеваю здесь заглушки и спицы перенесу на другую леску что я сейчас делаю сейчас я вот оставила на спицах эту деталь 3 рапорта у меня связано и я вот возвращать почему я рисовать так началась потому что я сначала набрала петли и провязала 3 рапорта 27 сантиметров это 9 1 раппорт 9 сантиметров и теперь отсюда из каждой петли я буду набирать петли на полочку я вот отсюда ровно 2 рапорта я набираю и здесь плюс 2 петли что это значит у меня будет 28 плюс 3 петли потому что здесь останется кромочная 31 петля вот здесь вот для двух рапортов вот я по наборному краю вот смотрите здесь я привяжу нить возьму крючок не будет проще с крючком здесь так кромочную вот здесь вот не забываем девчонки можно спицы если вам удобно спицей то вы можете спицей и так 1 2 3 4 26 здесь вот держу девчонки 27 28 29 30 и 31 петля вот они все петли мои плюс для симметрии девчонки для второго варианта это тоже самое будет не 24 рапорта и сейчас я их просто переодеваю на спицы с крючка не просто крючком удобнее вытаскивать чем спицы все-таки и бежу в три сложения и все теперь я вяжу два рапорта туда вот вот образом здесь я конечно уйду описание моё но я вяжу ровно просто два рапорта для второго узора это их будет 4 и так показывает что у нас сейчас здесь вот я связала вот эту вот правую полочку связала 4 рапорта это 36 сантиметров то есть она на один рапорт длиннее сантиметр говорю вам тридцать шесть сантиметров и оставила их на вспомогательной спицы здесь у меня не разутюжена вот видно да развить уже так красиво то есть на один рапорт больше это для выреза мы делаем далее набрала вот смотрите отступила два рапорта и набрала опять 20 на тридцать одну петлю для 2 для левой полочки и то же самое бежу вверх 4 рапорту и половину я довязала в полочку тоже 4 раппорта развить уживать будут потом сейчас мне нужно их соединить для того чтобы соединить и совпали рапорты что нам нужно девчонки тут нам нужно сократить эти петли которые для 7 значит я сейчас буду соединять вместе проймы это все дело левую полочку провязывая по узора здесь у меня ровно 4 рапорта поэтому сейчас я начинаю с первого ряда если не ошибаюсь до с первого ряда вот и все будут соединять это что касается узора тут следите чтобы вы нужным рядом закончили как-то это все дело чтобы потом соединить так для того чтобы соединить мы провязываем сначала левую полочку по узору здесь я с первого ряда как бы и вот когда я довязываю до конца ряда сейчас последние я провязываю одну лицевую нет это будет наша лицевая петля 1 отсюда а у нас получается что здесь лишняя кромочная и получается что вот здесь вот у нас лишнее я сейчас пока пересниму эти две петли и пересниму спицу чтобы покажу вам что у нас лишнее у нас по большому счету лишние 4 петли вы представляете 3 я уже кстати у меня уже прогресс я вижу без схемы и без маркеров здесь вязала и так смотрите вот у нас это для симметрии вернее здесь в конце она была для симметрии в общем и вот две петли и две петли из них нам нужно сделать одну поэтому мы их на стыке в пройме вот здесь вот где присоединяем левую полочку к спинке провязываем сейчас по узору у нас здесь накид и лицевая петля и мы ее вот эти 4 петли 2 отсюда 2 отсюда провязываем 4 вместе тем самым мы соединили в пройме это все дело и у нас образовалась одна петля которая у нас есть для раппорта далее вяжем по схеме до 2 пройма и так во второй пройме смотрите я делаю то же самое теперь присоединяю правую полочку еще потом привязываю вот эти вот штукенции ниточки наши сейчас я просто буду вязать так переношу сюда и сюда две петли то есть две петли отсюда 2 отсюда 4 вместе я провязываю так не этой ниточкой вот это его и накид то есть я соединила два раппорта здесь у меня вот будет эта центральная лицевая петля все вижу целое полотно то есть и полочки и спинку ровно потом встречаемся и так девчоночки мои хорошие я провязала вот здесь вот два раппорта всего лишь и теперь перехожу на спицы четыре с половиной миллиметра и вот у меня и вяжу далее резинкой один на один два раппорта это у меня 18 сантиметров я провязала основным узором под проймы и сейчас вяжу еще резинкой так вот примерно сантиметров пять так показываю сколько я провязала резинки провязала раз два три четыре пять шесть четырнадцать рядов всего сейчас я закрою все петли дома хотела закрыть иглой но не буду потому что не хочу как бы прерывание нити там я сейчас закрою по узору а в конце уже с этой же нити буду набирать петли поэтому вот у меня закрытие так если хотите можете иглой она конечно более как бы смотрится ну как бы фабричные так закрывая по узору провязываю петлю и одеваю вот эту петлю закрытия по узору провязываю и одеваю петлю вот так у меня будут закрыты петли не затягиваю сильно потому что мне нужен эластичный край край все-таки это резинка да и так закрываю все петли так закрыла я петли смотрите что у меня получается это чтобы вы не пугались у нас нет вот этого классического выреза до v-образного либо круглого у нас идет вот полочки идут ровно это так и в оригинале очень сложный узор для именно для закрытия кто вязал джемпер этим узором те знают поэтому вот все там и в оригинале тоже все там ровно так что не пугайтесь все таки есть на данном этапе вот так вот выглядит я разутюжила уже нарисовал со мной узор красивый и теперь по планке вот здесь вот девчонки почему я говорила что этим способом будет удобнее закрывать петли потому что я вот здесь вот буду набирать петли из каждого ряда что это значит так сейчас у меня тут вот смотрите здесь для планки я набираю из каждого ряда и буду переодевать их на спицу вот таким вот образом здесь на резинке конечно их будет больше но это даже и ничего потому что не из кромочных я набираю хотя может даже да нет все нормально вот здесь вот их будет когда они не с такой чистотой но общем из первой петли узора я набираю петли и тут же переснимаю сзади на спицу по кругу то есть по кругу я начала из правой полочки потом петли горловины и далее петли левой полочки сейчас я вот таким вот образом продвигаюсь и сейчас я попробую спицей может спицей и нормально нормально наверное спицей все-таки буду набирать еще раз повторюсь из каждого ряда потому что за счет плод разницы в плотности и за счет разных узоров это как раз будет нормально все я набираю по правой полочке потом из каждого ряда по спинке из каждой петли здесь по спинке вот и по левой полочке из каждого ряда и так вот они мои набранные петли видите вот на спицу всего у меня 208 петель и вот что я думаю один ряд я провязала чтобы посчитать петли и думаю что я все-таки еще на размер возьму меньше спицы возможно сейчас я пару ряду посмотрю и провяжу и подумаю может быть я распущу это я сейчас такие раз предположение у меня и поменяем тоньше спицы возможно нет потом вам скажу так девчонки все таки вот смотрите все таки я поменяла спицы я уже начала рукав вязать вчера ночью поменяла спицы на четверку на четверку и провязала 1 2 3 4 5 13 рядов и сейчас буду петли закрывать закрывать точно так же как и здесь и покажу так девчонки мои смотрите я до закрываю до конца нет здесь не обрезаю это то что я говорила что вот мы одной же нитью идем чтобы меньше было узлов вот и сейчас я еще сделаю один фокус который мне очень понравился именно в оригинале мне значит вот последняя петелька я убираю спицы беру крючок крючок я использую три с половиной миллиметра то есть меньше чем папка якобы положено ну мне так удобнее я и спицы так вы знаете беру значит там вот здесь вот где начинается резинка вот такая вот как бы цепочка декоративная и вот сейчас кстати не знаю получится ли у меня я попробую ее повторить значит что я делаю вот такими полустолбиками я продвигаюсь сюда в начало как бы присоединение этой резинки это опять же для того чтобы не обрезать нить и одной нитью это все сделать потому что здесь у меня три нити и плюс вот это шелковая или искусственная вот это с пайетками она не хочу я потом эти узлы как бы надо чуть подтягивать девчонки так есть я здесь теперь смотрите нить я увожу туда наизнанку ну то есть нить у меня будет внизу и здесь я вот провяжу цепочку по первому как бы ряду вот он первый ряд нить я буду захватывать там с той стороны конечно это не очень удобно но очень красиво вот она петля у меня первая часа все буду пока еще покажу поближе так значит вот где мы набирали видите петли вот она вот основная деталь вот первая петля она кстати у меня тут почему-то так я наверное не затягивала здесь вот конечно придется медленно там я не знаю как это сделано ну я это вижу так вот и вот эту вот этот элемент старайтесь чтобы вот у меня уже здесь петля 1 большая а эти маленькие конечно отравняю но старайтесь чтобы петельки были одинаковыми я думаю пару штук сделать и она рука адаптируется к этому и будет все хорошо в общем потихонечку я вот так вот прям по всей планке пройдусь не спеша потому что не очень удобно но я же говорю зато потом будет красиво вот вся резинка будет как бы по всей резиночке вот такая вот цепочка и очень не это нравится возможно я этот элемент потом еще где-то будут применять общем очень медленно нужно чтобы не потерять не нити не петли общем таким образом я продолжаю вязать так вот я довязала закончила здесь я нить обрезала и заканчиваем сейчас я это все дело потом еще разложу и покажу вам в общем вот так это так вот видите как получается что вот этой вот цепочкой а ну как бы отделю отделена вот эта планка и здесь я нить уже обрезала затянули ее туда это плохо чуя не хоть не хотела как бы обрезать вот эти пайетки она цепляется мне теперь нужно после вот этого кардигана отдыхать месяц их пайеток не нравится мне с ними вязать но неудобно я не получаю того как бы кайфа да ну и далее рука я получается очень очень дорого богато красиво и прям так благородно так и продолжение девчонки у нас рукав значит если вы следуете моей плотности и узору то есть все вяжите так как я под по моим расчетом там три раппорта там 4 раппорта вот он вход в рукав здесь вот ниточка за ней я привязываю рабочую нить то у вас вот я один рукав просто связала уже чтобы почувствовать его и уже вам четко говорить значит я набирала три раза кстати петли подождите я набираюсь петли девчонки из каждой кромочной вот вы знаете утомилась от этих трех не таки поездок честное слово вот значит все как раз мне нужно 42 петли и будка как-то так вероник как раз она и получается что эти 42 петли они у нас и вытягиваются из каждой кромочной пробовала я аж говорю я по-разному вот итак вот я набрала 42 петли девчонки здесь я цепляю маркер вот такой вот он и он и меня не стандартный потому что толстые спицы этот маркер продвигается туго значит начиная от маркера вот по схеме вы вяжете три раппорта ровно три раппорта но так как указан раппорт по 14 петли здесь нет соединительных как бы на тех для симметрии петель лишних то есть тут чисто три раппорта по 14 петель и вот мы вяжем рукав я сейчас покажу один я связала как он расположен значит вот здесь у нас плечико мы начали набирать отсюда с проймы эти он как бы тонкий здесь еще не разутюжен короткий потому что очень скучно плечо вот здесь вот чуть он корректирует линию плеча благодаря тому что он стянут в общем это все только в плюс работает значит начинаем отсюда раппорт вот у нас он один половинка то есть 2 у нас как бы наполовину он у нас наперед на переднюю деталь и на спинку и 3 3 раппорта единственное что здесь четный ряд вяжется по узору где где у нас вот это вот изнаночная петелька по узору то она изнаночная все остальные петли и накиды включая накид у нас лицевые петли нет петель для симметрии нет изнаночных рядов есть четный ряд который вяжется по узору это что касается узора и вот я вижу три раппорта вверх и 3 раппорта по кругу и так рука в девчонке смотрим раз два три лепестка три раппорта у меня но это чуть не не сначала поэтому вот здесь вот конец в общем по схеме это три раппорта и далее перехожу на вот эти на четверочку спицы и вижу резинку вот сколько я хочу я так предполагаю что точно так же как на планке вот сколько же 14 видов девчонки провязала я и закрываю петли опять же закрываю по узору все как внизу всю как на планке везде одинаковая резинка у меня и везде одинаковый способ закрытия петель напоминаю по узору провязываю и одеваю первую на вторую таким образом закрываю все петли так девчонки вот он мой результатик что я еще сделаю рука вот смотрите резинка все точно так же как везде кстати резинка у меня везде одинаково по 14 рядов прям везде везде так далее еще посмотрите что у меня есть обычные крючки но они большие вот смотрите не ну как бы они то обычные как бы по своей технических свойствах но больше чем классический крючок я вот сюда с изнаночной стороны пришью вот эти вот крючки конечно же не буду показывать вот так вот пришью чтобы эти полочки были как в оригинале у них тоже я предполагаю какие-то подобные крючки чтобы вот эти полочки были вот так вот застегивались в стык вот всего три штучки вот так вот сделать чтобы можно было это застегнуть вот сейчас я их пришлю и сделаю вам демонстрацию вот так вот Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok